Более 800 миллионов тенге в этом году выделены на выплаты адресной социальной помощи. АСП только в областном центре получают более тысячи семей. Специалисты напоминают об изменениях. С этого года обязательным условием для назначения финансовой поддержки является трудоустройство родителей. Какую еще государственную помощь оказываются малобеспечным многодетным семьям, расскажет Айдана Папанина. Семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в стране назначают адресную социальную помощь. На выплаты АСП в этом году выделено около 800 миллионов тенге. Стоит отметить, что АСП назначается в виде безусловной и обусловленной помощи. При обусловленной денежной помощи обязательным является трудоустройство. Необходимо отметить, если трудоспособные члены семьи отказываются от предложенной работы и мер содействия занятости, то выплата АСП прекращается не только им, но и всей семье. На следующие 6 месяцев данная семья лишается права на назначение АСП. Так, в 2022 году было отказано в назначении АСП по этой причине двум семьям. В текущем году отказов по указанному основанию нет. Также при предоставлении недостоверных ложных сведений семья также лишается права на АСП в течение 6 месяцев с момента подачи заявления. В 2022 году за предоставление недостоверных сведений было отказано в назначении АСП двум семьям. В 2023 году – одной семье. Помимо АСП, малообеспеченным семьям оказывается и жилищная помощь. Средства выделяют из местного бюджета. Такой вид поддержки подразумевает оплату коммунальных услуг и аренды жилья. Всего на оказание жилищной помощи в этом году направлено 19 миллионов тенге. В текущем году по состоянию на 1 мая жилищная помощь оказана 527 семям на сумму 5,8 миллионов тенге. За аналогичный период 2022 года было оказано 549 семям на сумму 5,7 миллионов тенге. Средний размер жилищной помощи на 1 мая 2023 года составил 4919 тенге, а за аналогичный период 2022 года 4933 тенге. Снижение среднего размера жилищной помощи в текущем году связано с увеличением совокупного дохода семьи. То есть это индексация пенсии и пособий, увеличение минимальной заработной платы. Отказано в назначении жилищной помощи в 2022 году 52 заявителям, в текущем году 46 заявителям. Основными причинами отказа являются наличие в собственности более одной единицы жилья или отсутствие в собственности жилища. Также отказываем гражданам, которые не переоформили документы и проживают в жилище на основании ордера, выданного в советский период. Претендовать на жилищную помощь могут семьи, чьи расходы на содержание квартиры или дома превышают 5% от общего дохода. При условии, что они являются владельцами единственного жилья. В ходе совещания глава города задал ряд вопросов руководителю отдела занятости. Еще такой важный вопрос затронули. Это получатели жилищной помощи. Еще раз скажите, какие категории должны получать жилищную помощь? У нас в основном получателями являются наши пенсионеры, дальше идут неполные семьи и лица с инвалидностью. Вообще имеет право любая семья, у которых расходы на коммунальные услуги превышают 5% от дохода. У вас рост есть сейчас? Да, есть рост. По получателям именно? Есть рост. По словам Акбупе Манатовой, за последние три года получателей жилищной помощи стало больше. Господдержку в прошлом году оказали почти 900 семьям на сумму более 11 миллионов тенге. Жилищная помощь, по заявлению граждан, перечисляется на личные банковские счета или на счета поставщиков коммунальных услуг.